Трюхлявые не сдаются, поэтому продолжаем их давить. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, наш Ажак. Захватил уже столицу, в принципе, скоро Сильвания вся нам покорится, если скавины эти мерзкие нам не помешают. Но в любом случае, можно уже сдавать ход, и, кстати, сотый ход, юбилейный сейчас у нас был. Прям вот на юбилейный ход, так, юбилейный, всё хорошо у нас сложилось. Нагорон-то ещё у нас сильнее, если Риктус ещё более-менее, ну, скажем так, примерно равен нам. Гринга вот слабее, значительно слабее. А Лауренс Келес пытается всё-таки Бруно фон Вальденгов взять. Хорошо, посмотрим, на что ты способен и какие у тебя шансы. Ну, шансы я тебе, наверное, не давал. Погнали. Бруно, Бруно, Бруно. Мне одному сейчас хочется сказать, так сказать, название планеты вместе с именем Бруно. Одну из солнечной системы. Ну да ладно. Так, у нас лучников достаточно, монстров мы можем минуснуть. В остальном пехоту, я думаю, сдержать получится. Получится. Куда она денется? Никуда. Подкреплений здесь нет, потому что все вместе единым фронтом выступаем. Здесь, на самом деле, даже можно сейчас между камнями встать. И мне нравится, что здесь карта другая, да, для штурма этого лесочка. Всё-таки мы мучились тогда с вот этим кусочком, когда штурмовали, скажем так, потому что Ваг пытался в лесу прям сражаться. Но мы займём вот эту позицию и не будем горя знать. Так, давай сюда. Как раз нам лучников хватает, чтобы перекрыть весь периметр. Артиллерия. Да, артиллерия будет сейчас заходить не так хорошо в лесу. Хотя стреляй. Как хочешь, стреляй. Будет в деревья врезаться. Будет натыкаться. Это тоже мелочи не сильно так важные. Не сильно важные мелочи. Ночные гоблины. Вы простые ночные гоблины. Вы не безумцы. От вас, если что, мы не ждём никаких сюрпризов. Так что сюда идите, всё. Вместе вот с этим. Всё, отлично. Артиллерия готова. Ты можешь на передовой встать. Вместе с этим более мелким. Хвыц. Телегу. Давайте попробуем телегу на подходе ещё уничтожить. Понятно, что он, скорее всего, сейчас бросит в бой кавалерию на нас. Нам нужно будет убежать попытаться. У него есть регенерация. Если он не будет активно сопротивляться, то мы убьём. Сопротивляться не будет активно. Забавно. Так, он хилочко тут. Стреляйте в этих. Господа, но не в кавалерию. Ну, пожалуйста. До чего ж вы бесполезны из создания всё-таки. Всё, бегите, 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 бегите. Он в лесу, у вас бонусы должны быть. Вы всё-таки как-никак лесные жители, лесные гоблины. Вперёд, 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 вперёд. Тележку вы не уничтожите. Ну и ладно. Ну и пёс не. Уходите. Ну и пёс с этой тележкой. Тогда не будем даже стрелять. Летунов сейчас будем убивать. Если что, вдруг... Швырялочки пошли работать. Кстати, швырялочки по летунам вот могут работать сейчас более-менее неплохо даже. Тыкс, дружище. Отключи панику свою и сюда. Отключи ты свою панику. Стоим, ждём. Паркуемся. Сейчас из лесу будут они выбегать. Дают равные шансы. Хотя, ну... У нас даже больше. Нет? Ученики ещё не добивают? Вот вахи лучников не люблю трогать. Они начнут потом вертеться, крутиться флангами. Вот что-что мне нравилось в Риме в первом и в меди, что они стреляли, могли сохранять вот этот строй и стрелять вокруг. Да, они... Ну, как бы... Каждый вокруг себя просто боец крутился и всё. Здесь сделали понятно, что перед собой, чтобы стрелял, но это усложнило тему. Ну, отчасти, может быть, и хорошо, что усложнило, да? Иначе было бы лучниками тут порой слишком просто. Так, артиллерия. Можешь вот сюда переключиться. Даже оба отряда на стражу. Стоим на подкреплении, на помощь не выходим. Хотя, ну, этот фланг можно уже закручивать. Тут вряд ли кто-то выйдет из мамины, из ванны. Тем более монстров мы уже расстреляли. Пехота там запаздывает, она в лесу застряла. Вот в этом случае сейчас, конечно, лес делает нам одолжение. И по сути, по факту, эту самую помощь в таком же формате этот лес оказывает и для лесных, да? Он задерживает. Те расстреливают обалденно. Все. Где полководец? Бегите сюда. Бегите на полководца. Кучок, не попадаете нифига. Ребятки, ну как так? И этот убежал. Ну, че за полководец-то у вас, а? Пособирали тряпок. Хотя уже атакуют. Они так побежали. Ладно, атакуйте. Не будем сейчас выстраивать вас. Красиво, правильно. Ну, то есть тут интриги вообще не было. Никакуша. Можно вот сюда отдать приказ сейчас стрелять артиллерии. Даже одной по области сюда. Одной по области сюда. И все. Здесь частичная элита еще держится. Она будет долго распадаться, скорее всего. Ну, 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 я жду. Как-то недалекий у вас. Как-то неправильно вы стреляете. Давай чуть-чуть дальше. Вот, вот. Сейчас вот хорошее попадание. Одно, второе. Третье прям... Смешались. Элитные бойцы с бомжами. Такое, кстати, хорошо, когда... Противник отправляет элиту с бомжами вместе. А ты, если контролируешь момент отдачи приказа... О, наши тут побежали. И говоришь, чтобы они атаковали элиту конкретно. То в итоге... Элиту убивать проще. О, тут труповозочка. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сосредоточились. И расстреляли. Великолепно. Мы победили. Можем завершать бой. Бой завершен, Бруно. Уничтожен. А в итоге осаждал город туда. Говорил, что я тебя ушатаю. Но ничего. Захватил в итоге на севере. У меня пока что два города, да? Это единственное достижение для вампиров. Они захватили у меня два поселения. Конфедерация. Эотайн присоединяет хранителей. Тириан и Теклис снова вместе. Так, что вы хотите? Договор о ненападении, представляете? Гномы предлагают мне. Не сомневаюсь, что этот договор светит наш союз и принесет нам обоим великую честь. Гномам за перемирие с зеленокожими великую честь. Но что-то тут хвостатое мелькнуло. Ну ладно, отклоняем. Что-то тут мелькнуло прям так-то очень-очень сильно в этой фразе. Тем не менее, они начинают нападать повстанцами на Хергик. А здесь я не успею. Да, Хергик прям серьезно будет штурмовать. И тут маленький отряд. Можно сдать этот город. Они его, скорее всего, в любом случае разрушат. Так что драться с повстанцами смысла нет. Либо они его займут, либо они его в любом случае разрушат. И так, и так смысла сражаться нет. Они исчезнут после уничтожения. Если бы заняли и стали в городе оставаться, то мне бы было бы лучше, чтобы их как можно больше осталось пока что. Так, нападение на гарнизон. Ну то есть, вот он, замок фон Раукен и Норден. Это именно то, что захватили вампиры. Разрушение этого поселения, ну я бы даже не стал с Сильванцем записывать в плюсы, как бы галочку им ставить. Но это не их заслуга, согласитесь. Но вот однозначно не их. Вперед. Думаю, здесь можно даже на ускорение. Чтоб на следующий ход этих повстанцев уничтожить. Повстанцы падут. Замечательно. Скавины не трогают темпельгов, но они могут форт Абштир забрать. Возможно, нам Скавинов придется, как и здесь, в свое время, да, быстро, молниеносно перебить. Забираем. Деньги есть, просто оккупировать. В итоге, есть такой момент, что всю провинцию сейчас я в любом случае не объединю. Шли вот сюда, да, захватывали столицу Владика. Ну, может, все в итоге испортить очередной Скавин. Так. Хотя, ну, Скавины, я рассказывал, да, с Нагашем там, они и спасали мир. Ну, не хотя, все-таки не хотя, но спасали. Их целью не было спасти мир. Просто так получилось. Ну, так сложились обстоятельства. Ну, и они штурмуют. Ну, и снимаем осаду. Здесь даже особо армии не накопилось. Не накапливали они ее. Заходишь. Пацанов, я тебе качнул. В принципе, можно ездунов. Хотя... Хотя, давай еще тебя лично покачаем. Башка взрыв. Штука нужная. Хотя бы один левел нужно покачать. Башка взрывом. Что у нас по ваку? Ничего пока. Пока по ваку ничего. Нарова. Колеснички. Ничего не подъезжает. Ой, уж. Все. Вак, можно сказать, выпил. Добивай этот степ. Ну, давай тебе все-таки потери чуть восполним. Дальше. В Мидденхайм. У нас армия, я думаю, тут пока что и останется, либо в Медную крепость выдвинется. Но посмотрим. Им сейчас немножко инициативу дадим. Посмотрим, как они будут действовать. Потому что здесь армия бомжей, и одна и вторая вряд ли они возьмут. Да и здесь армия, если что, откислила, может отклониться и помочь справиться с тем стеком. Шнырь. Вот этого вы задерживаете. Давай задерживай. Молодец. Все равно, как подкрепление может подойти, правда, но мы пытались ему помешать. Проныра, остаешься. А вот спыльчивый выполняет задание. Отлично. Продвижению Орды Ажага мешают племена диких орков, живущие на юге бесплодных земель. Эти дикари, которыми командует какой-то гад по кличке Крамсала, должен признать власть мясника. Ну и мы отберем у него стукало его. Его стукало мы отберем. ТИКС. Все, армии походили. А теперь занимаемся немножко строительством. Предлагаю все-таки нуль улучшить столицу. Восстание это будет здесь возникать. На сто процентов еще их нужно будет давить. Вечи, скоро восстание. Но здесь Ожак рядом. Ожак, если что, с этим разберется. Тут мы улучшим стены. Столица империи. Гладелупа. Вот таким вот образом раскачаем. Здесь тоже можно уже начинать строить. Хотя повстанцы хороший стэк собрали. Смотрите. Ну на фоне вот этого поля топтального. Придцать и тогда круг сделать. в Карабурге. Но Альдорф я надеюсь устоит. Мне вряд ли даст четыре хода. Посмотрим сейчас куда тебе бежать. Тут и Ожак в целом рядышком если что может прикрыть и тот и тот город. Проблем не должно быть. Поврежденные постройки игнорируем. А с жесткими ребятами общаемся. Они в целом могут в определенный момент согласиться и на конфедерацию. Даже несмотря на то что они сейчас не хотят подписывать право прохода. У них если начнутся проблемы они тут же союз нет. А вот конфедерацию ух ты елки-палки как обещают нам нифига себе за счет войны с вампирами так смотрите как они зауважали зеленых сразу так вампирчики вампирчики с вами то ладно уже разговаривать бесполезно оборонительный союз но против скавенов ты не воюешь однако в принципе если его заполучить союзники войне против скавенов это будет хорошо это будет полезно но самое главное маленький и отайн вышел на пятую строчку после всей этой движухи не хочешь ладно но скавенов не хочу на севере сейчас агрить на себя тоже мне хватает стеков вампиров просто здесь скажем так мы весы вроде бы уравновесили у него огромное количество мы как уж извиваемся и в итоге это количество не влияет да подошел стек второй подошел второй стек здесь он город заселил и у меня есть шанс ударить на самом деле очень очень даже неплохо ударить тут шанс выиграть с манфредом подкрепление еще несколько отрядов хороших имеется но попробуем у них есть шанс сейчас поставить небольшую галочку в зачет и захватить еще один город до после разрушения они заселили рядом меня не было чего они не рисковали потери быстро восполнят можно сказать даже захватили окей окей захватили но потеряли это весь юг который кормил практически весь юг потеряли уже город неудобный для обороны еще в таких вот не совсем благоприятных для меня декорациях такс вышки тут вышки у нас стражу могил предлагаю расстрелять все-таки попробовать за счет артиллерии которая может мазать прямо сейчас мазал то и мазал и мажем буду мазать может быть даже тогда одну артиллерию вот сюда пусть она будет меньше попадать по вышке но потом будет хорошо попадать по стене у меня стены оборонят толковник сейчас подойдет подкрепление цена его не хватит надолго его совсем не хватит надолго активируем этих пацанов исключительно вышки активировать оставляем тут разрушенная вышечка да и вот тут бы но давайте лучников поставим активировать поставим улучшенников раз посмотрим что у нас получится господам осмотрим можно будет еще вас вывести взрывных ребят погнали по вышке огонь вышка просто еще идет так что по ней стрелять будут недолго гобла бегом клац-клац-клац-клац выходим будете отвлекать вот и все тут нам нужно просто сразиться как можно достойно один стек не проблема вот вышку мы не уничтожим уже половина хп у нее мы своих он час по убиваем только на стене расстреливать не паникуйте сильно все равно все еще сумку умрут сейчас все и здесь еще эти мерзавцы поперли там и тут с носа не дадут давай в город зайди обратно попытаемся это конечно не скавинская молния здесь такого моментального минуса нам не дадут вот здесь можно минус сразу отряд да как только они пытаются лезть раз и минус кавалерия бегом он либо артиллерию либо колесницы хочет манфрид манфрид лично взялся за дело да попробуйте манфреда расстрелять я вам пошел манфриду помогать забавно молодец компанейский малыш полежите отдохните под камень кто-нибудь попадет огонь манфрид живой несокрушимость бежать не вздумай его особо да убивать не нужно сейчас раз такая тема получается что сделан принципе да он за счет этого спасет кого-то тут из своей армии ну-ка бегом сюда леснички будете прикрывать час так манфрид сбежал не мужик манфред драться до последнего не решится давай 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 мне это потушка нужно вот ним так чтобы никому мало не показалось кавалерия набивается вот сюда еще как хорошо то потушка зашла даже в городе тут не так народу много оп освободили проход давай у тебя есть шанс уничтожить манфреда хотя бы просто в очном поединке работаем работаем вам ничего не остается все манфред пал морально мы их давим это все равно мало вторая армия то с полководцем вторая армия себя чувствует великолепно то мы сколько просто убьем их скольких мы еще убьем артиллерия переключится ушатать укатать утрамбовать вместе со своим тут осталось то нам жить скажем так недолго ну это пустой вперед уничтожаем следующих хотя воинов скелетов уже вряд ли уничтожит уже не хватит ничего и и лучников даже отводить спасать хотя вот здесь черных рыцарей может быть еще расстреляешь что ты еще сделаешь давай 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 магии тебе накопить много не удастся чисто так фокусы показывай да на кавалерию тебя натравил вообще все кто живые можете на эту кавалерию нет не побежали все вот теперь массовое бегство уничтожен убили больше половины врага у нас даже по численности вроде бы равенство было но у нас не было пехоты которая могла бы сдерживать манфрид пал большая часть его армии тоже город он захватил может быть разрушит в принципе может но посчитать что это рационально разрушить а потом заселить может даже на этом же ходу у нее все-таки здесь две армии без проблем кого уничтожили окончательно по элите вот один отряд в принципе уничтожили только полноценно кавалерия вся осталась возродилась город он забрал ну хорошо хорошо чуть на севере ты укрепился скажем так восстанете задержала но восстанете и помогло у кого это ранили пушны один палец слишком долго попадал в ненужные места вампиром они решили его убрать хорошо поселение в осаде штирланд эти восстания точно нужно снимать смерть битве жаль конечно вот нам нужен давайте здесь наймем еще одного кстати шамана быстрые ноги агрессивно в атаку сейчас ты не пойдешь вот у нас с топотушкой тоже был уже такой добротный малый остаешься значит оборонять вполне возможно что попытается вольфенбург в ближайшее время взять а вот бекхафен который так долго ждали до некоторые чтоб его начал штурмовать манфред в итоге я освобождаю он не пал хороший спокойный такой добротный городишко чуть-чуть поврежденный но здесь и стены прокачаны на всю катушку давай вот так скорость исполнения потерь сливаем сюда при этом я наверное не буду вести рак ников предпочту все таки идти в сторону кислева возможно найму сейчас еще одну армию сейчас посмотрим форт ажак должен забрать его разграбили скавина но занимать не стали это хорошо поэтому провинция целиком моя снова основная постройка первый левел казарма второго так здесь порядок провинцию мы взяли города укрепляем муга 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 давай кемпер подбери они бросают эти города без укрепления мы я надеюсь успеем возвести стены поэтому возвращать будет сложнее эти города можем поставить тут и засаду в целом может купиться до город здесь укрепленный но первый стек то в любом случае он поведет в атаку все в атаку должен подойти если один стек попадет засаду уже хорошо я съезд босс значит давай ты здесь останешься тебя мы отправим наблюдать это нет ты у нас прокачался на давай удар башкой не ремонтируем можно было еще кстати заняться строительством же что я это на автомате нажал сдать ход бывало бывало такое уже и не раз за вас тру я возьму но на удержание этого города я не рассчитываю на самом деле военный союз предлагает гасе сразу но заплатить нет я могу оборонительно так хочешь без денег все равно это искусный интеллекту не нужно деньги ему не помогут либо он все равно погибнет либо он и так наймет 10 армий топовых имея один города какие проблемы у него с этим деньги можно у него отнимать по сто раз все сразу на одном ходу они у него все равно есть этому политику отдавать деньги искусственным интеллекту не поддерживаю а он пошел прикрывать город смотрите более-менее такой стек скажем полуэлитный он отправил прикрывать здесь фланг может быть тогда мы наймем на генхофер новый стек давайте вот сюда подтянем наймем нового лорда большого вожака давай жёг око за око жёг жёг око за око так мастер тебе пацанов качаем смертельный клинок боевой опыт искатель мастерство давай броню еще о предмет доспехов не дам их нет бросок мы недавно добыли ожерелье пернатого пригодится так знамена нет а вот сквер на хорошая штука доход от трофеев после битвы тоже почему он предлагает мне в первую очередь знамена не знаю они нафиг не нужно я им не пользуюсь я их не люблю да есть очень полезно есть уникальные особенно некоторых про акции обалденные это все прям вот да ну не за один ход я могу собрать очень быстро хороший стек очень очень быстро оперативно такой нормальный пацанячий орочистый ну не топовая армия будет хотя 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 подожди давай тут еще мы наймем сразу героям быстрые ножки крутой забияка ладно давай быстрые ножки тебе пригодятся первое время шаман с быстрыми ножками это самое то да у нас башка взрыв уклонения удар башкой быстрые ножки ой как нужны те будут первое время прям вот на это будешь только и молиться вечи я могу поддержать порядок ненадолго вот аверхайм по моему здесь армия осаждает слабенькая да здесь мы одержим вверх без проблем вопрос только на свечи это точно восстания здесь вот уже посерьезней бойцы здесь нужна поддержка может даже и ажага отправим туда овечьи и вечи и вечи чтоб нам сделать вечи героя не наймешь армию новую тоже экономически будет не особо выгодно ну ладно вечи не такой стратегически важный город и такие виртбасс будет куда важнее здесь столице он уже создал стек возможно даже суда и бросится свои силы муга 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 но раз ажаг берется за этот стек может быть тебе стоит и направиться сюда почистить тылы и объединиться союзником было бы очень даже кстати с другой стороны здесь альдорф будет уже прокачанным не дает время дает прям достаточно много времени хотя тут маринбург еще захватывать он его не укрепил как раз тебе муга беги ажах я надеюсь тут как фигара тут фигара там везде успеет ракник 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 рак мы можем за вас true взять какой ценой другой вопрос у меня пехоты мало в этом стоит так такой исключительно стрелковый нам большего и не надо чтобы давить монстриков либо попытаться встать засаду должен же он купиться этот дешевый трюк я-то город могу и столицу провинции бросать без проблем давай ракник ладно рискнешь на следующий level ты если получишь арахнорока уже можно будет действовать тобой смелее в разы смелее здесь гоблу выгоняем засада не спалилась принципе мидденхайм я тоже могу сейчас оставить попробуем подкрасться вроде бы дотягивается но потом толпой зажмет меня давайте засаду будем действовать хитрее мы все-таки не банальная стукательная орда зеленокожих так жоков 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 здесь разведка вспыльчивый нрав разведка и улучшаем что в принципе не сделал чуть раньше хотя тут особо больше строить и нечего восстание в сильвании неизбежно в сильвании будет восстание неплохое кстати придется ажагу сюда тоже сбегать но сейчас мы снимем осаду здесь обороны укрепим и эта линия будет уже куда крепче в медной крепости ничего страшного медной крепостью нас даже есть армия которая придет на помощь случае чего тоже восстание подойдет да и восстание тут будет средненькая все города держит вот такое вот у нас получается средневековье до замок осаждаю жду ракник засада сорвана но он не пойдет мир с ужасом наблюдать как вак прокатился по обреченным жертвам здесь ракник подвергается нападению сразу двух стеков то есть засада не удалось и сразу получает два стекера у него куча варгульфиков но в целом варгульфа не проблема кавалерии у него не так много это должны на важнее ну тем более у нас подкрепление с черными мерками мы в игры можно было бы эту серию отложить и на следующую серию ну она получилась бы слишком короткой а с этой битвы сейчас получится может быть слишком длинный вот в такие моменты не люблю когда битвы начинаются и еще смотрите площадка какая обалденная для сражения площадка очень крутая наши лучники будут чувствовать себя тут как никогда великолепно раз безумцев сразу ставим на флангах тебя по центру ракник ты побегай пока что поколдуй попрыгает он на ножки на 1 ну вот спрятались молодцы я надеюсь мне еще сейчас пригодятся мои колесницы все погнали а час ракник мечтает о быстрых ножках о ее 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 я забыл сделать вот такую тему и здесь нужно сразу минуснуть тебя и шамана они из подкреплением бегом бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом непонятно было откуда подойдет подкрепление именно вак откуда город знал бы пип сразу этих гоблинов там бы разместил на том фланге а так придется здесь наращивать с этой стороны вперед роли кабанчики спрятались вы можете наверно вот сюда даже пробежаться тут у нас гобла будет вы должны помочь ждем чё они нападали пусть инициативу проявляют правильно мы то намекнем им чуть-чуть что терпеть не намерены хотя знаешь ракник наверно тиках уж тебе самое время уже этот удирать и на счетом слишком много скоростных те же вар гульфы тебя догонят кавалерия 5 только зомбаков сможет бежать зомбаки бывают разные ли подойдя не он очень шустро бегали все работаем уходим 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 я надеюсь кавалерия вы тоже видите это хотя по кавалерию лично лучше пострелять что по нас реагировала на эту маленькую диверсию ваза то кто вышел смотрите прогуляться мы даже их подразним чуть-чуть вот она наша первая жертва отступай так суда убегите убегите суда выключите свою ерунду эту бесполезную сейчас еще минус уходишь колесницы сейчас тоже отъезжайте так обезьянку обезьянку че-чи-чи наложили кирпичи наши враги к сожалению не подошел вплотную под обстрел не стал лезть под обстрел не захотел идти так но сейчас мы отдадим приказ стражи могил есть ой как удачно веди их суда черный арк встречает а твоя задача будет такс кавалерия идет к нам из лесу выскакиваешь мартышка-то виляет зацепи и чтоб она не маневрировала убейте мартышку тролли выходим ох сейчас тут отхватят они бегом хорошо что я вас поставил на подстраховку сосредоточиться убить мартышку вот из-за вот этих вот отдал приказ они перестроились им неудобно стрелять в следующих моментов конечно радиус это это минус новых частей так давай-давай-давай-давай этих обезьянок вы должны замочить час у нас тут только башка взрыва вперед вы их порвете ну вак а здесь у нас вакханалия так ладно этот ерунда развернитесь варгульфов начинайте гасить на фланг этот не проблема это для нас сейчас не враг даже не верно цепляй паучки не дадут ему сделать натиск отрядику этому жалкому в целом все идет хорошо все у нас идет замечательно даже баланс нас верит я тут допустим кабанчиков не отправил в бой но давай 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 обезьянок добиваем я на следующий у вас переключаем обезьянку молодцы следующее а а сражайся они жалко можешь единственно если дотягиваешься вот сюда кинуть ну тут черные орки из гарнизона правда размен да не нормально вак пошел туда урон им нанес самое главное лучники психи вот и все пошел распад целиком и полностью их ранит армии распадаются даже не все способности не успели по закидывать практик ну ты хоть разочек давай улучшишь свои типа поучаствуешь в уничтожении вражеского полководца постукаем и все а ну вон тележка ай даже не успеет я хотел шарики кинуть думаю сейчас паучка мисси что ее зацеплю у нее она поняла что здесь ее ждут очень-очень горячо и лучше я сама сказала тележка развалилась колесницы естественно на их специально вперед выставил даже не отправлял особо в натиск просто они стояли цепляли они крупные объекты их пехота окружает лучники в этот момент автоматически хорошо врага убивают все равно восполним потери и ракник сможет вести теперь наступление а вольфенбург подвергается нападению и вторая армия ну может помочь неплохо первое если ну первое тоже может создать проблемы у нас покоцаны плюс они прокачаны мы можем потерять но что сделаешь мы готовились на самом деле к худшему еще раньше а сейчас что происходит это лишь мелочи но сыграем в следующей серии эту битву друзья мы на сегодня все с вами был веру всем добра пока пока пока